О том, что жаркая пора сменилась осенью, говорят лишь цифры календаря. На улице по-прежнему летняя температура, что не может не радовать горожан. Вместе с теплыми днями, само собой, появляется желание быть ближе к природе. Благо в Бресте красивых мест для отдыха масса. А вот как отдыхать, чтобы полезно, в удовольствие и без плачевных последствий, к сожалению, не все готовы ответить. Только не этот брещанин. Нужно соблюдать правила безопасности при посещении лесов. А что это за правило? Ну как, возводить костер необходимо только в специальных оборудованных местах. Чтобы были средства, чтобы можно было сразу потушить. Нельзя уничтожать природу. Уголь есть. Все приспособлено. Мужчина ничуть не растерялся, когда увидел спасателя. Ведь он проводил досуг, не пренебрегая правилами пожарной безопасности. В ином случае к нему были бы предъявлены обоснованные претензии. И как итог – штраф. Но брещанин, любитель отдыха на природе, предпочитает все делать с умом. В пример – многим. Разрегать косты можно только в специально отведенных местах. У нас на территории города место – это одно место. В районе Косич – специальное место, где можно разводить костры, можно пожарить шашлык и так далее. В лесу разводить костер нельзя. И выбрасывать незатушенные сигареты тоже нельзя. Курение в лесопарковых зонах – проблема вторая по актуальности. Случаи непредсказуемого исхода нередки. Статистика из года в год констатирует факт безответственности граждан. Работник коммунальника Владимир Сачко осуществляет мониторинг лесопаркового участка. Рассказывает о частых ошибках отдыхающих. Среди них в числе главных – курение. Жгут костры, бывает, мусорят, курят в сухую погоду. Предупреждаю, хожу. Удаётся договориться с брещанами? В редких случаях. Почему? Ну, потому что люди не воспринимают серьёз. От этого и проблема. Услышать и сделать по-своему, к сожалению, такая тенденция сохраняется. Если каждый брещанин задумается о том, чем может обернуться минутная глупость, вроде выброшенной в лесу сигареты, случаев плачевных станет на порядок меньше. Спасатели продолжают внимательно отслеживать ситуацию, беседовать с горожанами и призывать их взвешивать свои поступки. С начала пожара опасного периода в Бресте было зарегистрировано 13 загораний растительности. Что меньше прошлогоднего показателя в половину. Мониторинг ситуации сегодня осуществляется с той же регулярностью. Для этого есть все основания. Погодные условия были благоприятные. Но это не означало, что подразделения не контролировали обстановку в лесопарковых зонах города Бреста. Мы проводили анализ, мы определили 9 таких, скажем так, зон, где возможно загорание. Мы за этими зонами закрепили личный состав инженерно-инспекторский, которые осуществляли постоянный мониторинг и проводили рейды по этим участкам. Провести осень с удовольствием, выбираясь на природу в приятной компании, можно без ряда как для человека, так и для природы. Вооружившись парочкой советов от спасателей, вы обезопасите себя от неоправданного риска. Субтитры создавал DimaTorzok